Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Бриллиантовая зелень, или как ее привыкли упрощенно называть, зеленка, замечательное средство для заживления простых порезов и ссадин. Антисептические свойства зеленки помогают многим детям легче переносить ветреную оспу, снимая зуд и подсушивая пятна сыпи по телу. Раствор бриллиантовой зелени есть в аптечке в каждом доме. Только вот отмыть зеленку после обработки кожи очень непросто. Этот препарат характеризуется высокой степенью проникновения в обрабатываемые места и не боится обычного туалетного мыла. Энтен Пепеп. Находиться в общественных местах с лицом или руками, перепачканными зеленкой, невежливо. Представляете, каково приходится детям и взрослым, перенесшим ветрянку, когда симптомы болезни уже не беспокоят, самочувствие отличное, а на улицу выйти стыдно. От зеленки лучше избавляться. Побыстрее. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Как смыть зеленку с рук, если вы обрабатывали зеленкой больного человека, то она волей-неволей остается на ваших пальцах. Чтобы смыть зеленку с руки, необходимо достать из аптечки перекись водорода и тщательно протереть ватным тампоном, смоченным перекисью, зеленые пятна на руке. Для этих же целей прекрасно подойдет и медицинский спирт, но при условии, что у вас кожа неповрежденная. Сгодится и обычная водка, а также лосьон с добавлением спирта или одеколон. Неплохо убирает пятна бриллиантовой зелени раствор хлоргексидина. Обычный детский крем сможет отмыть зеленку с рук наиболее эффективно, если его в течение трех раз за сутки нанести на пятна и смыть потом теплой водой с мылом. Из народных средств для удаления зеленки лучше подходит щавель. Просто потрите свежесобранными листьями пятно, а едкая кислота, которая в них находится, смоет без труда некрасивые пятна. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Как отмыть зеленку с кожи тела после ветрянки-ветрянка или ветряная оспа, болезнь достаточно неприятная. Но если вы переболели ею в раннем детстве, то бояться нечего. Как правило, дети переносят ветрянку легко, а насчет зеленых пятен на лице и теле особо не комплексует. Хуже, если вы перенесли ветрянку, будучи взрослым. Пятна от бриллиантовой зелени сойдут позже, чем вы выздоровеете. Что же выходить на работу и в свет после болезни с некрасивыми пятнами на лице и открытых участках тела довольно стыдно. Поэтому стоит убрать это напоминание о детской болезни. Медицинский спирт и перекись водорода, конечно, помогут, но придется потратить большое количество времени и данных лекарственных средств, чтобы протереть каждое пятно. Проще принять ванну, взять жесткую мочалку, намылить ее хозяйственным мылом и попытаться стереть зеленку с тела. Если хозяйственное мыло не помогло, попробуйте взять скраб для тела. Нанесите его перед душем, помассируйте кожу и смойте. После применения скраба намажьте тело хорошим питательным кремом. Если у вас дома есть компьютер, вы наверняка покупаете салфетки со спиртом для очищения мониторов. Их тоже можно использовать в борьбе с зелеными пятнами. Отмыть зеленку с кожи могут и бензин с керосином, однако пользоваться данными средствами стоит осторожно. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Зеленка, попавшая на предметы и вещи интерьера, выветрится сама со временем. Правда, уйти на это может несколько лет. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok